А под петлорой, яром золыною, пузырь и стой. Казачья строевая на кубанском диалекте в исполнении юных троицких спивунцов. Хор, в котором поют дети от 8 до 14 лет. Приемник знаменитого коллектива Станицы. Ансамбль троицкие спивуны еще в 2013 году был признан объектом культурного достояния Краснодарского края. В местном ДК, где совсем недавно завершился капитальный ремонт, они изучают историю казачьих песен, репетируют и дают концерты. Зачастую ребята, немножко более современный у них образ жизни. И, конечно, вот эти традиции поддерживать, особенно в сельской местности, это однозначно стоит того. И стараешься просто прививать им эти, как бы, как сказать, местный быт, эти традиции здесь. Потому что они должны знать историю. Не только, я думаю, своей Станицы, но и вообще в крае. Такие самодеятельные коллективы сохраняют не просто казачьи песни и традиции, а кубанскую культуру в целом отметил Вениамин Кондратьев. С детским хором губернатор встретился сегодня во время посещения ДК. Песня – это отражение души, это выражение человеческих эмоций. И песня помогает. Она, на самом деле, всегда помогает. И в годинные испытания, и в лихолетии, и в радости тоже. Она еще больше усиливает радость. Вы поете песни, которые пели сто лет назад, а где-то и двести. Это наши предки через вас с нами разговаривают. Своими песнями. Мы об этом не задумываемся. А песня – это связь поколений. Их нет, а их песни мы поем. Задумайтесь об этом. Значит, они с вами говорят, они с нами говорят. Вот что такое наша культура. Для того, чтобы в станицах и хуторах и дальше сохранялось кубанское наследие, для ансамблей и коллективов необходимо создать достойные условия. Этому в крае уделяется особое внимание. Только в прошлом году на Кубани отремонтировали 30 таких учреждений и 4 школы искусств. Жители станицы Троицкой давно ждали, когда их Дом культуры обретет новый облик. Ведь здание не реставрировали со дня его строительства. А это почти 60 лет. В ДК обновили фасад, инженерные сети, а также учебный кабинет и концертный зал. Это действительно место протяжения для всех станичников. От мала до велика. В Домах культуры максимальная активная жизнь идет, была, есть и будет, особенно в сельской местности. Поэтому здесь и молодежь, здесь и ветераны, здесь обмен жизненными ценностями идет. В том числе и вы помогаете формироваться той молодежи, которая сегодня здесь растет. Это дом. Дом должен быть по-настоящему домом для всех. И для молодежи, и для ветеранов, для людей различных возрастов. Сами станичники признаются, теперь их Дом культуры превратился чуть ли не во дворец. В отремонтированном актовом зале уже прошли первые новогодние утренники. Все больше детворы приходят в учебный класс на занятия. На базе клуба открывают кружки, где будут обучать детей старинному искусству. На выставке народного промысла Вениамину Кондратьеву показали, какие ремесла сегодня живы в станице Троицкой. Резьба по дереву, художественные росписи, гончарное дело. Сегодня это уже часть культуры, но это наши культуры. И вот это, это огромный сундук, запас культурных ценностей, который не должен стоять в углу. Этот сундук мы его должны открыть и сказать, что вот это гончарное искусство, часть нашей культуры, нашего народа. О том, как сохранить самобытность нашей культуры на Кубани, говорили уже на расширенном селекторном совещании. В зале творческая элита края. В колоритных костюмах художественные руководители коллективов края размышляли о развитии культуры на родном диалекте и в тихах. А народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко и вовсе запела. Меж крутых бережков, да волга речка. Сохранить и передать следующим поколениям все многообразие традиционной народной культуры Кубани. Одна из важных задач, о которой сегодня говорил Вениамин Кондратьев. Подрастающее поколение должно воспитываться на своих обычаях и ценностях. И помнить об истории своей малой родины. Ведь культура – это не просто концерты на сцене или театральные декорации, а историческое наследие края. Культура не должна быть интерьером в сегодняшней жизни, она должна быть самой жизнью. Вот что сегодня очень важно. Мы должны это понимать. Понимать. А без этого невозможно. Дальнейшее развитие общества, нормального общества. Мы всегда так жили, и наши предки так жили. Но они пели, они танцевали, они творили. Задумайтесь, у нашей песни есть начало, продолжение и финал, поэтому она нас трогает. Маленькая жизнь – вот что такое наша песня. А сегодня какая песня? Где у нее начало? Где у нее продолжение? Что будет? Пустые песни и, не дай бог, пустая молодежь. У нас самобытный край, певучий край, мощный край. С водолюбивым край. Формировать нужно сегодня нашу культуру в наших сегодня мальчишках и девчонках. А по-другому, по-другому никак нельзя. По словам губернатора, культура незримо утверждает нормы ориентиры общества. Именно она является неизменным фундаментом для дальнейшей жизни, отметил глава региона. В нашем крае свой неповторимый колорит и эту самобытность необходимо сохранить. Для этого губернатор поручил разработать стратегию развития культуры Кубани. Поэтому давайте подумаем над тем, чтобы в крае появилась стратегия, но не документ о декларациях или декларация о намерениях, а настоящая стратегия, которую можно реализовать. И через пять лет мы ощутили результат. Культура должна изучаться, искусство других стран, народов. Это ради Бога, друзья. Но мы, как государство, должно отдать приоритет в этой ситуации своему искусству, своей культуре в этом и роль государства. Вот в чем сегодня смысл приоритета, приоритета на фоне многообразия культур всего мира и искусства. Есть приоритет нашему искусству, нашей культуре. Все. Взять и заявить, и не постесняться, не постесняться своей культуры и своего искусства, своих традиций, своих корней. Свои предложения, как сделать народное искусство популярным среди молодежи, подготовят и творческие деятели, которые войдут в Совет по культуре при губернаторе края. А уже в этом году на Кубани проведут фестивали казачьей песни и танцев. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец, Кубань-24, Крымский район.